Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Им ох, как не хочется» Субтитры создавал DimaTorzok 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 За последнее десятилетие Северсталь построила 2500 квартир которые на льготных условиях были работникам предоставлены Что касается общежитий которые были у нас в 2012 году компания предложила продать эти все жилые помещения тем, кто там живет Было предложено выкупить по льготной стоимости с достаточно серьезными льготами Скидка была 3% за каждый год стажа работы Пенсионерам бесплатно передавалось многодетным бесплатно отдельным категориям Для работников есть программа ипотечного строительства жилья где компания нуждающимся субсидирует проценты по кредиту эта программа пользуется большим успехом Люди взяли квартиру живут, платят кредиты, рождают у них ребенок Компания субсидирует им на 18 квадратов это меньше чем в свободной продаже где-то это сейчас 25 или 28 тысяч простому работнику нужно первоначальный взнос платить в любой ипотеке молодым специалистам он отсутствует и там минимизирована еще более процентная ставка Сейчас говорим, что у нас еще одно мощное предприятие появилось которое весьма неплохо решает эти вопросы коллективный договор который они подписали в этом году я был у них там на подписании он один из лучших наверное не только в отрасли но вообще в профсоюзах Российской Федерации Ни одной заработной платой все жизненные моменты ни одной заработной платы социальный пакет это хорошо И не просто социальный пакет, тот пакет, который гарантирует нам трудовое законодательство, но и тот социальный пакет, который устанавливает предприятие сверх трудового законодательства в виде тех или иных социальных благ. Социальный пакет в новом клиентном договоре, на мой взгляд, один из самых лучших, которые мы приняли. Мы увеличили не то чтобы на процент, но увеличили в разы социальные льготы и гарантии. То есть, как бы, среди таких льгот и гарантий, конечно же, остается у нас детское оздоровление. Мы увеличили льготы такие, как материальная помощь на те или иные ситуационные моменты. Мы ввели впервые материальную помощь матерям по уходу за ребенком, когда они с полутора до двух лет, сидя дома, воспитывая ребенка, получают ежемесячно по 10 тысяч рублей. Могут сказать, конечно, что таким могучим китам экономики, как РЖД, Северсталь или Фасагра, легко решать социальные задачи. А каково, мол, не таким крупным предприятием, вдали от центра, в сельскохозяйственной глубинке? Раньше мы говорили о родине, говорили о колхозе имени 50-летия СССР, там, значит, о согласии в Грязовецком районе. А сейчас у нас появилось, вот стало такое предприятие, которое мы можем показать сегодня всем в России, без всяких, так сказать, сомнений. И показать не только потому, что там, скажем, хороший уровень производства, и хорошие качественные показатели, там, животноводство, земледелие и так далее и тому подобное, а там уровень социального развития идет такими темпами замечательными, что вот иногда даже приходится удивляться. Практически почти все работники наши у нас в профсоюзе. Вот от колхоза какая поддержка нашим семьям? То есть выделяется по 200 тысяч рублей на работающего без возврата. Если двое работающих, значит, 400 тысяч рублей выделяются вот на постройку, там, квартиры или жилья. Рядышком здесь и школа, рядом стадион, видите, значит, площадки такие хорошие. То есть детей здесь много. Вот есть многодетные семьи, по четверо детей уже. И, наверное, ну, я думаю, что им нравится, потому что не уезжают кадры от нас. В основном те, кто приехали, да, они все остаются, заводят семьи, получают квартиры, жилье, дома и остаются. Отрадно видеть, когда забота об условиях и охране труда, его безопасности, а также о здоровье работников, о профилактике профессиональных заболеваний является по-настоящему приоритетной в деятельности предприятия. Все делается для того, чтобы работник чувствовал двустороннее вместе с работодателем, где мы еженедельно собираемся в профсоюзные комитеты, на которых председатель цеховых профсоюзных организаций у нас, конечно же, предлагает те или иные, то есть, как бы, изменения, либо в маршруты движения автотранспорта, либо, если где какие-то перекосы по заработной плате. Исследуем бытовые помещения в рамках комплексной проверки по охране труда отдельно взятых структурных подразделений, выносим предложения работодателю, то есть, как бы, по улучшению бытовых условий в тех или иных структурных подразделениях. Мы все вопросы стараемся решать в онлайн-режиме, так называемом. Только что в колхозе произошло историческое по местным меркам событие – введение в строй нового коровника. Буренки с радостью устремились осваивать свое обновленное жилище, а работницы фермы не нарадуются непривычно уютным условиям труда. Мы даже не мечтали, что у нас на ферме будет душевая камина. Мы об этом не могли мечтать, сейчас у нас эти мечты ухудили. Нам условно уже естественно, что будут лучше, потому что все-таки у нас уже кураг чистить нам не надо, кураж влюшку раздавать не надо, дырить уже будем в дырном зале. Как же труд-то естественно, что легче. Душевая камина есть, сянуздил есть, раздевалка для доярок прекрасная, бытовая комната тоже все сейчас, пожалуйста, поработали, помылись и домой пошли чистыми. Владимир Юрьевич Валентин Анатольевич, огромное вам спасибо за ваш нелегкий труд, за теплую работу. Выполняет свою работу с полной отдачей, очень внимательной, доброжелательной, заботливой. Мы постараемся еще попасть к вам на процедуру массажа. Огромная вам благодарность от нашей большой семьи. Известно, что отношение общества к старикам говорит о степени его гуманности. В современных условиях жизни, когда пенсии зачастую ничтожно малы, забота о ветеранах труда должна быть прописана красной строкой в коллективном договоре. На Северстале есть специальный фонд «Благос», через который оказывается поддержка всем ветеранам. Также у нас есть досрочные пенсии за 5 лет до наступления пенсионного возраста, значит, по основной пенсии. С ветеранской организацией у нас очень тесный контакт, у нас есть целое положение по ветеранской организации, есть перечень льгот для ветеранов, которые мы в этом году тоже увеличили. То есть, как бы, увеличили суммы в два раза. Делом увеличили количество самотонно-курортных путевок для ветеранов. В настоящий момент 100 путевок ежегодно, плюс как бы в два с лишним раза увеличили количество путевок на базу отдыха «Сосновка», когда они могут съездить на неделе, отдохнуть, то есть, как бы, также подышать прекрасным воздухом, то есть, как бы, отдохнуть в нормальных условиях. Они купаются, в основном в центре пользуются, залы ходят. Также в городе посещают залы по спорту. Они участвуют в наших соревнованиях. Для ветеранов мы проводим соревнования, что это очень важно. Нам задачу поставили, чтобы мы оздоравливали трудящество. Люди после смены приходят ложатся не на диван, не садятся на стакан, а занимаются физической культурой. Оздоровление у нас проходит бесплатно. У нас работают 12 залов, включая тренажерное, бадминтонное, мини-футбольное, футзальное, волейбольное, баскетбольное. Руководство наше решило построить нам бассейн. Хорошие, 5 дорожек, 25 метров, чтобы люди после смены никуда не уезжали, не переодевались, прям тут остались и занимались. Руководитель Михаил Александрович Рыбников в компании, то есть в профсоюзе, директор предприятия в профсоюзе. Поэтому, если они видят роль профсоюза в жизни коллектива, то есть понимают свое участие в профсоюзе, а не как работодатели, то есть как работники, это, конечно, очень многого стоит. На северной железной дороге порядка 40% работников моложе 35 лет. То есть это огромная армия, которая действительно огромное влияние оказывает как на развитие компании, так и на развитие профсоюзного движения в отрасли. Федерация независимых профсоюзов, укрепляя и расширяя свое движение, проводит большую работу по вовлечению в свои ряды молодежи, видя в ней свое будущее. Важнейшим направлением кадровой политики профсоюза стало воспитание социально ориентированных членов движения, умеющих осмыслить свою роль в трудовой жизни коллектива, активно участвующих в производственной и общественной деятельности и, конечно, защита их прав. Работники на предприятиях иногда заинтересованы в сохранении предприятия больше, чем работодатели или даже собственники по Вологодской области. Многие из них на сегодняшний день обанкротились. Фирма, которая этими делами занималась, бросила эти предприятия. Где руководители этой фирмы, собственники и так далее? В Англии. А где работники? Вот здесь. И они снова на руинах вот того, что произошло, должны создавать снова это предприятие. На подобных слетах и семинарах молодежные лидеры учатся видеть проблемы, обнаруживать их причины и искать пути их разрешения. Как выстроить профсоюзную работу для того, чтобы совместно с работодателями решать вопросы и повышения производительности труда, и повышения заработной платы, и увеличения гарантий, социальных гарантий для работающих в этой очень непростой, но очень нужной отрасли. Стоит иногда вопрос не только о том, чтобы что-то добиться вновь, а как защитить то, что добились ваши деды и ваши отцы. В условиях современной экономической неустойчивости, чреватой зачастую всплеском социального протеста, очень важно противостоящим сторонам найти взаимопонимание. В сложных спорах и дискуссиях, столкновениях мнений и суждений за столом переговоров выработать совместную программу действий, направленных на реализацию главнейшего раздела Конституции страны создания социального государства, где главная ценность – человек труда, и главная задача – создание нормальных условий для его существования. И это является генеральной целью Федерации независимых профсоюзов России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова